Привет, господа подписчики, и всем привет, кто смотрит мое видео. Часто в комментариях многие задают вопрос, вот у меня троит двигатель, чувствуется перебой, корит, например, значок чет, и спрашивает, что может быть причина. Многие, которые хоть немного разбираются в этом вопросе, все согласятся, что вот взять просто так и разгадать причину троения и неполадок в двигателе невозможно, если человек не одарен сверхспособностью, как, например, Нострадамус. Я, конечно, не Нострадамус, и даже много раз говорил, что я не мастер. Да, я по профессии инженер-механик, и по специальности близок к этой теме. Но даже самый крутой автомобильный инженер не сможет дать вам правильный ответ, если он не знает марку и код выпуска этого автомобиля. Какой именно двигатель установлен на вашем автомобиле? Часто на одном и том же годах выпуска одно и того же марок автомобилей устанавливают разные двигатели. Еще нужно знать главные признаки, симптомы, чтобы хоть как-то человек смог ответить на ваш вопрос. Он также должен знать, дергание, троение происходит только на горячем или на холодном двигателе, на холостом ходу или при движении, на малых или на больших оборотах. Именно это происходит с вашим двигателем в холодную погоду или без разницы. И многое-многое еще. Короче, трудно назвать все причины. Двигатель состоит из множества деталей, узлов и датчиков. Любая неисправность и неполадка деталей или датчиков двигателя вызывает неполадки, троение и т.д. Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков. Сильная или слабая, но ощутимая вибрация на холостых оборотах, падение мощности двигателя, сложность с опуском холодного мотора, моргает значок чек или еще многое. Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае, ВИП получится ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива, быстрый выход из строя катализатора или других дорогих деталей двигателя. Итак, на что мы должны сперва обратить внимание, чтобы определиться, куда лучше начать копать. Первый. Открываем капот и в первую очередь смотрим, в каком состоянии антифриз. Не теряется ли, бурлит или нет на заведенном двигателе. Нормальный ли у нее цвет. Второй. Потом изучаем масло в двигателе. Есть ли уровень в норме? Какого цвета он? Третий. Проверяем на заведенном двигателе и осматриваем выхлоп из глючителя. Есть ли он или нет и какого цвета он? Четвертый. Прислушиваемся к заведенному двигателю. Когда он троит и работает с перебоями, это одно. Но мы также должны определить, нет ли какие-то другие подозрительные звуки. Стуки. Не шипит ли что-то или не слышен ли какой-то странный звук, который раньше не было. Пятое. Откручиваем свечи зажигания и осматриваем какого цвета они. Если они все чистые и одинакового цвета, то можно сказать, что тут все нормально. А если один или несколько заметно изменили цвет, или они мокрые, то это уже нам подает знак, куда лучше копать и что мы должны дальше сделать. Если вот такими простыми методами и наблюдениями ничего подозрительного не заметили, тогда мы должны перейти уже на глубокое изучение и выявление неполадка. Для этого нам в первую очередь понадобятся специальные инструменты и их огромное количество, которые имеются у каждого профессионала-мастера, но у любителя-автовладельца они ни к чему. Единственное, что я рекомендую, это приобрести и постоянно держать в подачке хотя бы недорогой простой диагностический автосканер ELM-327, так называемый OBD-2. Купить ее можно тщательно на Алиэкспрессе и ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Если горит значок «Чек» и вы чувствуете, что двигатель работает неровно, с помощью этого прибора можно подсоединиться к блоку управления автомобиля и узнать, на что именно жалуется и ругается блок управления. Диагностируем. Читаем ошибки. Потом, если не знаем, с чем эта ошибка связана, в поиске Google или на портале Drive2.ru ищем в поиске, например, ошибка P0301 Mercedes и ищем информацию. Читаем, с чем она связана, как эту проблему можно устранить, какие детали нам понадобятся для этого и многое еще. Ошибки, которых мы получили после диагностики, ориентируют нас, куда лучше, глубже копать. Эти ошибки дают нам подсказки. Лучше причину искать неисправности в системе воспламенения топлива, в татчиках на двигателе, в системе подачи топлива, в системе подачи воздуха или еще куда-нибудь. Даже в приборчике LM327 можно посмотреть с параметры, в данный момент какую информацию получает блок управления, от разных татчиков. И если мы знаем, где расхождение, тогда мы будем знать сначала, какие детали и татчики лучше перепроверить, для поиска и устранения проблем. У меня на канале есть много видео, где я показывал именно с помощью этого прибора, как можно посмотреть, оценить и выявить, в чем проблема. И оно облегчает наши поиски, устранения проблем. Посмотрите до конца это видео. Вы получите важную информацию, знания. И поделюсь простыми секретами, как, например, с помощью простого LM327 можно оценить работу кислородного татчика, не виновен ли этот татчик в троение двигателя, и еще многое. Не забудьте подписаться на канал и смотрим до конца это видео. Простые секреты, как с помощью сканера OBD2 оценить и проверить кислородный татчик и работу двигателя. Функция кислородного татчика и проверка. О том, что такое ламбда-зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Ламбда-зонд это кислородный татчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания двигателя. Он способен своевременно предупредить мозг автомобиля и автовладельца о тестабилизации рабочего процесса в двигателе. Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому ее работу необходимо постоянно контролировать и мониторить. Кислородный татчик подает сигналы электронному блоку мозгу автомобиля о том, какое количество кислорода содержит выхлобную смесь на выпускном коллекторе, а ЭБУ, исходя по сигналам кислородного татчика, в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха в камере сгорания. ЭБУ и исполнительные механизмы автомобиля запрограммированы так, чтобы в камере сгорания двигателя попадало бензин и воздух строго по соотношениям 1 к 14,7. Такое соотношение обязательно для того, чтобы получить оптимальную мощность и минимальное загрязнение окружающей среды. Это доказано по-научному. Если двигатель исправен, ЭБУ количество соотношений бензина и воздуха контролирует с помощью татчика массового расхода воздуха. Но если какой-то узел, деталь двигателя повреждено, тогда само собой ЭБУ не может контролировать и регулировать нормальный процесс работы двигателя без дополнительного устройства. Один из неисправностей в двигателе может быть неисправность катушки зажигания или неисправность фасунки, например. Также может в двигателе имеется подсос воздуха и обязательное научное условие соотношения горючего и воздуха нарушается. В таком случае нас спасает татчик кислорода лямбда-зонд. Я этот татчик еще называю татчик «Доверяй, но проверяй». Королева всех татчиков на двигателе. С помощью этого татчика, если сказать на простом языке и более понятливее, в ЭБУ передается информация о составе, о количестве кислорода в выхлопном трубе. Потом эту информацию ЭБУ подсчитывает по заданным математическим формулам, какое количество воздуха и бензина в данный момент попало в камеры сгорания и высчитывает ламбда-компетент. Если ламбда больше единицы, смесь в камере сгорания бедный. В ней недостаток горючего вещества и излишек кислорода. После этого ЭБУ пытается отрегулировать и в следующем цикле в камере сгорания добавлять количество горючего. При альфа меньше единицы в смеси недостаток кислорода и излишек горючего вещества. Такая смесь называется богато и на следующий цикл ЭБУ пытается уменьшить количество подаваемого горючего камеры сгорания. То есть из этого выходит, что если в двигателе возникает хоть небольшая неполадка, ЭБУ с помощью полечённым данным из ламбда-зонда пытается регулировать неполадку. Чтоб 1. Из-за попадания многого бензина в камеры сгорания мы не получили повышенный расход топлива. 2. Из-за попадания в камеры сгорания малого количества бензина мы не теряли мощность двигателя. 3. И в конце концов, что мы получили на выхлопе максимально чистый, отработанный газ, соответствующий экологическим нормам. 4. Если выхлоп у нас на трубе получается слишком токсичный, это вызвано тем, что у нас сдохла ламбда-зонд или неполадка в двигателе критически, и ЭБУ не справляется с этим проломкой. В таком случае мы в итоге получаем троение двигателя. И если троение, перебой нету, чувствуется потеря мощности или перерасход топлива. На приборной панельке выскакивает значок чек, который нам говорит, что пора в мастерской и нужно исправить поломку. Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика тоже могут появиться неисправности. Каждый ламбда-зонд имеет свой ресурс, после выработки которого он может начать работать неправильно или просто сломаться. Также он может просто забиться. В этом случае можно попытаться произвести ее восстановление с помощью очистки, но для начала его нужно проверить. Если причина поломки в катушке зажигания, в свече, в форсунке или, например, в исчезе из строя клапана, то это понятно и есть об этом много инструкций в интернете. Но, так как в этом видео речь идет именно об ламбда-зонде, интересно, как ее проверить. Об этом тоже есть много инструкций и видео в интернете. На Ютубе, если набрать в поиске «Как проверить ламбда-зонд», есть множество материалов, где мама, папа, дочь рассказывают, как можно проверить кислородный датчик старого образца. Но дело усложняется тем, что в последнее время почаще стали применять в современных двигателях современные широкополосные 5-проводные ламбда-зонды. И это утрудняет дело в диагностике. Но не стоит отчаиваться. Я перечитал много инструкций, материалей и об этом поговорим в другом видео, так как много придется тут рассказывать. Если легко можно проверить простой ламбда-зонд, то, как правильно проверить 5-проводные ламбда-зонды, это довольно деликатная тема. Такие ламбда-зонды устанавливались только на дорогих эксклюзивных машинах. Тут в этом видео только лишь покажу простые секреты, как с помощью простого сканера куда смотреть, чтоб оценить работу нашего двигателя и косвенно оценить работает вообще или нет ламбда. Вот почему я советую приобрести хотя простой сканер OBD2. Ссылки для покупки на Алиэкспресс оставлю ниже в описании этого видео. Для меня например удобнее посмотреть данные с помощью программки MotoTata OBD. Скачать и установить ее на смартфоны можно с Google Play Market. Можно конечно и использовать другие программы. Значит заводим двигатель. Клеим ее до 90 градусов Цельсия. С помощью нашего ELM 327 и программки MotoTata OBD2 подключаемся к ЭБУ двигателя. Потом нам нужен текущий данный двигатель и цифровая панель. декоратив декоратив и декоратив и декоратив и декоратив и декоратив Самый интересный из этих величин коэффициент избитка воздуха. Татчик состава топливно-воздушной смеси. Идеальное значение для этих данных единичка и оно должно меняться и подпрыгивать туда-сюда незначительно если татчик лямбда жив. Также данные в окошке татчик состава топливно-воздушной смеси. Ток в миллиамперах в идеале должно ноль. Но если 5-проводная широкополосная лямбда кислородный татчик жив, оно должно подпрыгивать незначительно от минус до плюс значений. Около нуля. Также самые важные величины это кратковременная и долговременная топливная коррекция. Кратковременная коррекция при исправном татчике лямбда должна меняться незначительно в пределах от минус 5 до плюс 5. Долговременная топливная коррекция это средний показатель кратковременной коррекции на каком-то промежутке времени и показывает какое процентное количество топлива добавляется в камере сгорания если в двигателе какие-то неполадки. Идеальное значение ноль но конечно идеально наш двигатель никогда не будет работать и считается нормальным если эти значения укладываются от минус 5 до плюс 5. Это будет означать что серьезных неполадок в нашем двигателе нет. Чем больше эта цифра в сторону минус или плюс тем серьезнее неполадка в двигателе. Но как уверяют специалисты от минус 10 до плюс 10 это допустимые значения. хотя эти данные сканера нам может показывать что лямбда работает но для нас главное качество как она вообще работает качественно или плохо ну и об этом расскажу в другом видео как перепроверить действительно качественно работает кислородный татчик или нет сейчас хочу попрощаться просто если это видео было для кого-то полезным пожалуйста подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и на кнопку нравится пишите ваши комментарии о вашем опыте и внесите ваш вклад в развитии нашего канала спасибо всем за внимание